Золотой уикенд. Первое место в командном зачете завоевала сборная команда Югры на домашнем Кубке России по дзюдо. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске и вызвали большой интерес у любителей спорта со всей страны. На турнире разыграли 14 комплектов наград у мужчин и женщин в разных весовых категориях. Сборная команда округа стала обладательницей трех золотых, одной серебряной и одной бронзовой медали. Подробнее о том, кто из югорчан стал триумфатором, Кубка России по дзюдо расскажет Михаил Малеев. В первый день Кубка России по дзюдо сборной команде Югры не повезло. Те спортсмены, на кого возлагал надежды тренерский штаб, выступили неудачно. Второй день принес сборной Югры только бронзу. Ее завоевала Александра Балабанова. Зато заключительный третий день соревнований выдался для наших дзюдоистов особенно удачным. Первое золото для сборной Югры весовой категории до 70 килограммов принесла Екатерина Денисенко. В сложнейшем поединке она смогла сломить сопротивление спортсменки из Пермской области Валентины Мальцевой. Я с ней встречалась уже не первый раз. И всегда были очень тяжелые с ней встречи. Я как бы настраивалась. Я знала, что будет тяжело. Но, слава богу, сегодня удача была на моей стороне. И что так все завершилось. И вдвойне приятно, что это произошло дома, при поддержке публики. Я очень рада этому, что удалось дома хорошо выступить, показать хорошую борьбу. Затем радовать местную публику и болельщиков настала очередь мужчин. В весовой категории до 90 килограммов в финал вышел известный югорский дзюдоист Дмитрий Довгань. В драматичном по своему накалу поединке, благодаря вот этому броску, медаль высшей пробы все же досталась нашему спортсмену. Тем более, что это золото ему было нужно, как воздух. После чемпионата России, как там неудачно выступил, начал готовиться к Кубку России. Победа на домашнем турнире, как бы это очень много для меня значит. Приехали друзья, родственники, жена поболеть за меня. И я был настроен только на золото. То есть только победить. В финале соревнований у мужчин весовой категории до 100 килограммов встретились два представителя сборной «Югры» Николай Коваленко и Ахмед Магомедов. Соперники давно знакомы друг с другом и часто тренируются вместе на сборах. Николай Коваленко почти сразу завладел преимуществом и довел поединок до победы. Ему, соответственно, досталось золото, а его оппоненту серебро. Отрабатывали арсенал очень большой, но, скажем так, половину выполнил, мог еще лучше. Так что запал останется на следующее дальнейшее соревнование. Как поддержка домашней? Домашняя поддержка, зритель, огромное спасибо. Чувствовал поддержку домашних стен. После завершения выступлений главный тренер «Югорчан» Алексей Казаков не скрывал эмоций. По словам специалиста, рецепт успеха его команды предельно прост. Просто надо много работать. И только работа, настрой психологический и желание победить. Я думаю, что... А дома еще и стены помогают. Конечно. Ну и хочу добавить очень хорошие, лестные оценки об организации этого мероприятия. Успех Кубка России в Ханты-Мансийске даст возможность проводить здесь турниры большого шлема. А это уже самый высший уровень. Пока официальных заявлений не поступало, но в кулуарах ходят вполне достоверные слухи, что турниры большого шлема собираются проводить в Ханты-Мансийске уже через три года. Михаил Малеев, Ильдар Муратов, телерадио компания «Югра», Ханты-Мансийск.